Привет, друзья! Меня зовут Елизавета, и несколько раз в неделю я занимаюсь самыми юными учениками Skyeng. На данный момент у меня 9 постоянных учеников. Когда я училась в университете, я ездила по программе обмена и училась полгода в городе Барселона. Так как проживание не оплачивали, я снимала комнату у одной семьи, и у них были дети. И детям очень было интересно со мной играть, им вообще было интересно, что кто-то новенький, какая-то девочка веселая, играет постоянно с ними, но они совершенно не хотели говорить по-английски и учить английский. А я совершенно не знала испанский. И поэтому у детей просто не было выбора, и они начали хватать слова английские у меня, и постепенно за мной повторять. Так мы с ними начали заниматься английским языком. Родителям это очень нравилось, они видели, что дети естественным образом изучают язык, и им это нравится. Когда дети приходили в первый раз, я старалась говорить максимально просто, максимально простыми предложениями, чтобы они понимали, что я с ними заодно. И когда они повторяли или отвечали, мне это было правильно, я старалась максимально жестикулировать. Какой ты молодец, круто, вот видишь, у тебя все получается, это ведь так легко. Я стараюсь быть с детьми на одной волне, говорить на их языке. Иногда даже позволяю себе сделать фейспалм, если это уместно, если прям такая дурацкая ошибка. И это очень сильно разряжает, ребенок посмеется, и он запомнит эту ошибку надолго, и уже больше не будет ее допускать. Иногда, когда очень трудные дети или не хотят заниматься, и вроде на уроке все круто, и они стараются, а домашку не делают, то я созваниваюсь с родителями. С родителями всегда стараюсь быть на связи, потому что они на моей стороне. Они хотят того же самого, что хочу и я, чтобы ребенок выучил английский язык. С какими трудностями вы столкнулись в онлайн-школе? Платформа Вимбокс, на которой мы ведем онлайн-уроки, очень крутая. Я ее обожаю. Но когда я впервые с ней столкнулась, на старте очень было трудно, она очень часто обновлялась, и вот вроде бы только привыкаешь к системе, а тут все изменилось, поменялись кнопочки, и это было кошмар. Но на обучении дается полная инструкция, как, где, что нажимать, с картинками. Ее можно распечатать, плюс проводится с методистами вводный урок, где можно разобрать все ошибки. А что, если отключится камера? А что, если пропал интернет? А что, если ученик не может зайти на урок? Это все прорабатывается, и когда ты это в таком спокойном режиме проработаешь, то во время урока уже сложности не возникает. Теперь я гораздо спокойнее к этому отношусь, и если мне задает ученик вопрос, почему я вас не слышу, я уже знаю несколько вариантов, как это исправить. У меня есть ученик, который занимался около полугода, и ни в какую не хотел учить слова, ни какими уговорами, и мама заставляла. И тут они скачали приложение, и на следующем занятии ученик был в таком восторге от приложения. Вы представляете, а там еще можно прослушать слово, а потом оно повторяется, а потом его можно записать, и я, в общем, все выучил. У него слова просто от зубов отскакивали, и теперь он учит. Я периодически у него спрашиваю, как у тебя приложение. Круто, классно, вообще такое классное приложение. Мальчику 10 лет. Когда у меня что-то шло не так, я сразу писала куратору SOS, и она спешила ко мне на помощь. Мы созванивались по скайпу, общались, они разбирали мои уроки с психологом, давали мне дельные советы. Эти советы я использую не только для одного конкретного ученика, они достаточно универсальны, и я их до сих пор использую в своей работе. Друзья, я очень хотела поделиться своим опытом о преподавании английского языка. Возможно, это поможет молодым специалистам принять правильное решение. А пока подписывайтесь на канал SkyTeach, здесь очень много других интересных видео. Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, и до встречи в нашей команде! Субтитры подогнал «Симон»!